Христианское богослужение Христианское богослужение в эпоху Нового Завета. Сейчас мы понятие поклонения начинаем сужать, то есть говорить о поклонении как о богослужении. О формах богослужения, формах поклонения в коллективном, общественном смысле. Один из признаков церкви, указанной в книге «Деяния апостолов» во второй главе, это наличие богослужения. Церковь совершает регулярные, постоянные богослужения. Если нет богослужения совместного, то нет и церкви как таковой. Это один из признаков. В самую раннюю эпоху, в эпоху апостольскую, в эпоху Нового Завета, мы с вами можем обнаружить несколько разновидностей богослужений. Ни одно типичное, ни один вид, а множество самых разных. Христиане древние посещали храмовые богослужения. Во второй главе, помните, как написано? Вторая глава книг «Деяния апостолов». Единодушно пребывали вместе, проломляя хлеб по домам, в горнице, и храм там упоминается тоже. Вот конец второй главы, можно посмотреть, посмотрите. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудесских знамений совершал еще из апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Обратили внимание, что там еще упоминается храмовое богослужение. На самом раннем этапе христиане еще не оторвались от храмового богослужения. Они посещали богослужение в храме в Иерусалимском. Они совершали установленные молитвы по иудейской традиции. В час молитвы девятый Петр и Иоанн шли в храм. Соблюдали определенные часы молитвы. Шли в храм для того, чтобы участвовать в таком храмовом поклонении. И кроме этого уже новая форма поклонений зарождается. Горничное богослужение в горниц или домашнее собрание, домашнее богослужение. Вот уже три разновидности поклонения вырисовываются перед нами. Храмовое, молитвенное, соблюдение часов молитвы, установленных в храме по иудейской традиции. Христиане в них тоже участвовали, тоже их соблюдали. И новая форма начинает развиваться. Семейное, домашнее собрание. Или горничное, как мы его называем. Вот наше евангельское собрание к какому виду больше подходит? К храму. Это сейчас такая вот тенденция в последние годы. А вообще домашнее. Да, больше к домашнему подходило. К горничным. Раньше ведь верующие не могли даже иметь возможность строить дома солидные, молитвенные. Просто в избах там собирались, в сараях, в лесах, в полях. Чаще всего в домах таких частных. По тональности, по эмоциональному настрою в апостольское время богослужения тоже были разные. Они могли быть и спокойными в горнице, и могли быть эмоциональными, возбужденными, как в коринфской церкви. Вот апостол Павел пытается корректировать, установить порядок. То, что там вот эта эмоциональная сторона слишком уж так ярко себя проявляла, слишком сильное было возбуждение. И Павел несколько забеспокоился по этому поводу и стал им давать советы, как упорядочить богослужение. Он не наложил запреты категоричного. Вот вы там прекратите экстатические молитвы. Он не поставил такого запрета, а хотел вот этот хаос упорядочить. Да. Один говорит, другие пусть рассуждают. Сразу и можно упорядочить. То есть вывести из состояния хаоса, ликвидировать хаос. Одним из главных элементов поклонения совместного в ранней церкви были песнопения, конечно. Кроме молитв, кроме чтений и писания были разные песнопения. Какие же? Репертуар песенный тоже был весьма разнообразным. Псалмы. Вот он, первый жанр. Гимны. Гимны тоже были двух видов. Гимны более старые, или как их еще называют, гимны палестинско-иудейского христианства. Гимны, которые зарождались в палестинско-иудейском христианстве. Среди христиан, которые вышли из иудеев, из иудейской среды. Пример таких гимнов – это Евангелие от Луки. Там песнь Марии «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге моем и Спасителе моем». Что это так называемая величальная песня Марии. Она по своей структуре, по элементам художественным показывает нам, что это произведение певческое. Гимн. Словословие, которое произнес Симеон, старец. Вторая голова Евангелия от Луки. В православном богослужении оно полностью воспевается на вечерних богослужениях. На вечерние, так называемые. И на всенощные, по-моему. «Ныне отпускаешь, владея короба твоего, с миром, ибо видели очи мои спасения твоё». Это пророческая песня. Это гимн пророческий. Кроме гимнов вот такого типа, в Древней Христианской Церкви зарождались гимны более сложные. Гимны богословского и философского содержания. Гимны, в которых уже присутствовало богословие глубокое. Отрывки из таких гимнов мы с вами встречаем в Евангелии от Иоанна. Первая глава. Так называемый пролог Евангелия от Иоанна. Вступление. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Есть версии, что вот этот отрывок воспевали во время христианских богослужений. Пела община данной гимны. Отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Вторая глава. «Он, будучи образом Божьим, не почитал себя хищением быть равным Богу, но уничижил себя, принял образ раба, стал по виду как человек». И далее там «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних». Это гимн поклонения, гимн совместного поклонения. Но в нем уже глубокое богословие присутствует. Тайна Боговоплощения. Вот такие гимны создавались в так называемой эллинизированной христианской среде. В тех общинах, где наблюдалось влияние греческой философии, греческой мудрости. Кроме псалмов, гимнов двух видов, в практику совместного поклонения стали входить духовные песнопения. Песнопения духовные. Павел упоминает, перечисляет все вот эти жанры. Назидайте друг друга псалмами, песнопениями духовными. Песнопения духовные. Они не сохранились так буквально. Но по всей вероятности они существовали. Это то, что уже составлялось в тот период истории церкви. Стих по стихотворению, как у нас, да? Духовные песни, да? Похожие, да. В чем-то похожие. И еще один жанр упоминается там же. В послании к ефесянам, к колосянам. Это так называемые словословия. И словословиями назидайте друг друга. Словословия. Что это такое? А это короткие такие хвалебные возгласы. Вот словословий очень много в книге откровений. Достоин ты, Господи, приять честь и славу. Достоин агнец, сидящий на престоле, принять поклонение и славу, и величие. Предельно краткие, лаконичные обосклицания, молитвенные, обращенные к Богу. Особенности песен, гимнов, которые сложились в ту эпоху. Какое влияние они оказывали? Есть древние документы по этому поводу. Там письма Плиния-младшего. Плиния-младший был римским наместником в Иудее. Он писал доклады, отчеты в Рим. Он должен был наблюдать за христианами, за их жизнью. Вот в своих письмах он приводит такой эпизод. Христиане имеют обыкновение перед восходом солнца собираться вместе и петь гимны Христу, как Богу. И воспевать гимны Христу, как Богу. Вот такая традиция подмечена была язычникам, языческим римским правителям. Чем отличались все вот эти песнопения? Они были христоцентричны. Образ Христа был в центре, личность Христа. В гимнах, песнопениях духовных, в слабословиях Христос был в центре. А в романе Сенкевича Камагридеши, там такой примечательный эпизод есть, когда римский офицер Венеции решил подсмотреть за своей возлюбленной, за Лигией. Вот она ходит на собрание христиан. Чем они там занимаются? Собрания-то тем более ночные, ночью, да на кладбищах. Да, всякие подозрения возникали у язычников, и он решил сам проверить. Незаметно узнал через Хелона, когда вот там собрание, то христиан будут. Он ему сказал, вот в такое время, в этом месте они собираются, иди туда. Да, пришел в Венеции, видит, собирается народ. Собралась большая толпа народа, и пошли все к месту богослужения. И начали петь. Венеция впервые услышала христианское пение. И какое оно произвело на него впечатление, какая у него была реакция, какие мысли по этому поводу. А он вдруг уловил, что вот в этом пении Венеции почувствовал, что христиане не только боятся Бога, но они любят Его. Язычники просто боялись божества. Какого-то такого подавляющего действия, акта со стороны богов языческих. А тут вдруг он увидел, что христиане, оказывается, любят Бога. То есть Бога можно любить. И вот эта любовь к Богу, всепоглощающая, она проявлялась, чувствовалась в их песнопениях. Когда во время медленного движения к месту поклонения они вдруг запели гимн. Любовь к Богу очень сильно ощущалась вот в таком пении. Формы поклонения в исторических церквах. А теперь посмотрим далее. Мы не будем подробно рассматривать эти формы, хотя бы вот в общих чертах. Такую, чтобы мы контекст чувствовали и могли выделить евангельскую струю на этом фоне. Евангельский форум поклонения. Вот что характерно для форм поклонения в исторических церквах? И как они стали складываться? Вот в начале, в апостольское время, в послеапостольское богослужения были простыми, разнообразными. Ну, простые, в общем-то. Где-то с IV века, когда христианство стало господствующей религией, пошел процесс усложнения форм поклонения. Стали разрабатываться так называемые литургии на востоке Римской империи, потом на западе. Чем это было вызвано? Почему пошел процесс усложнения? Значит, церковь оказалась на перепутье. Значит, какую избрать стратегию? Сейчас вот тоже много мы говорим о стратегии, о тактике, о видении так называемом. Тогда церковь тоже над этим ломала голову. Как донести истины библейские до народа? Ну, что, коли веру христианскую перестали преследовать, в церковь хлынул народ самый разный. В церковь пошла интеллигенция, аристократы и простонародье. Простой народ, который не умел ни читать, ни писать. Значит, как работать вот с таким разношерстным контингентом? Очень трудно, трудно было выработать позиции определенные. Для людей утонченных, интеллектуалов, для эстетов нужны глубокие богослужения. Глубокие песнопения, оформление эстетическое и художественное богослужений должно быть. Для того, чтобы удовлетворить запросы эстетов, знатоков искусства, ценителей музыки, ценителей пения, начали писать литургию. Литургию, где тексты такие с философской окраской, с богословской. Стали сочинять такие гимны, насыщенные, глубокие и в то же время совершенные, в эстетическом, в поэтическом смысле. А как быть с простым народом? Как им объяснять истинные Евангелии? А для простых стали изобретать внешнюю атрибутику. Иконопись стала развиваться. Это, мол, Библия для неграмотных, для тех, кто не умеет читать. Пусть они смотрят на стены, на изображения, что-то не поймут через зрительное восприятие. Вот такая примерно была подоплёка. Ну и в результате стали меняться формы поклонения в исторических церквах. Чем они характерны? Ну, во-первых, это жёсткая структура богослужения. Жёсткая структура богослужения. Или так называемое чинопоследование. Строгая программа. Что должно следовать? Штатцы церкви стали писать тексты литургии, составлять программу богослужений. Ну и вот в православии, например, уже почти две тысячи лет существуют неземлемые структуры богослужебные. Основа богослужения сохраняется на протяжении двух тысяч лет. Основа не меняется. Есть некоторые перемены в каких-то там аспектах, частях. А основа та же самая. Там литургия Иоанна Златоуста. Златоуст жил в IV веке, написал литургию. Сейчас XXI век, начал XXI века. Она совершается в православном храме. Литургия Василия Великого. Василий Велик, Великий, тоже в IV веке жил. Составленная им программа богослужения до сей поры действует. У баптистов никто не написал литургии. Или у них руссконародная. Да, по поводу баптистов мы скажем потом, попозже. Вот таким образом сформировалось богослужение утяжеленное, очень громоздкое, продолжительное. В православной церкви, вы знаете, несколько видов богослужения существует. Вечерняя, утренняя, всеночная и литургия или обедняя. Главным богослужением считается литургия. Чем она отличается от других? Во время литургии совершается причастие. Во время вечерней, утренней и всеночной причастий нет. В какой-то мере, конечно, это богослужение что-то заимствовало. В рождественской и пасхальной богослужении там совмещается несколько разновидностей. И всеночная, всеночная смыкается с вечерней, потом переходит в утреннюю. И таким образом всю ночь совершается богослужение. Но причастие совершается? Совершается, да, конечно. Ночью? Да, совершается. Очень продолжительные богослужения. Всеночные там часа три, это сейчас три. А само название всеночные, это значит всю ночь должно было идти богослужение. Потом сократили до трех часов. Литургия тоже очень продолжительная, много повторов. Повторяются молитвы, повторяются возрасты, восклицания. Значит, это очень утомляет присутствующих. Значит, второй фактор вот таких форм поклонения, вторая черта. Это усложненная символика. Усложненная символика. То есть каждый шаг священника, диакона имеет символическое значение. Каждый предмет там в руках у диакона, у священника тоже имеет символическое значение. Кроме того, символов очень много и на стенах, и под куполами. Если у человека нет специальной подготовки, он просто будет растерян, дезориентирован. Многое ему будет непонятно. Вот эти шествия, движения, открытия царских врат, потом закрытие, выхождение нам. Вон, кождение, богослужение в православной церкви начинается с кождения. То есть выходит священник, кадила в руках, и он обходит храм по периметру, размахивая кадилом. Дым идет, здесь стоят прихожане в центре, а он идет, идет вот так медленно по периметру и совершает кождение. В православной церкви там сами элементы постройки, построения этого здания, они как бы отображают в себе иерусалимский храм, святое святых, алтарь, амвон, вот это вот все мероприятия, которые... Да, потому образцы по той модели. По той модели. В шествии, в процессе, там несколько священников идут или диакон, несут на вытянутых руках большое Евангелие в металлических застежках. Значит, в этом тоже есть определенный символ. Это как бы вход в Царствие Небесное или движение в Царствие Небесное. Вот Евангелие указывает путь нам в небеса, и мы следуем за словом Евангелия. Царские врата – это тоже символ. На Пасху обычно царские врата открыты, вход в алтарь. Что это означает? Это значит, что вот Христос умер, воскрес и открыл нам вход в Царство Небесное. Открывается царские врата. Один раз в год. Да. Ну, вот такая у них и политика. Да, на Пасхальной неделе нельзя остановиться на коленях. Значит, вот такой устав существует. То, что колено преклонено на молитву – это знак смирения, уничижения. Это во время Великого Поста можно на коленях только молиться. Когда Пасха наступила, нельзя на коленях стоять. Должна быть радость. Должна быть радость. Да, должна быть радость. Другая характерная черта для таких форм – это перенасыщенность ритуалами. Перенасыщенность ритуалами, обрядами. Непонятный язык. Язык непонятный. Это тоже барьер создает сильнейший. Даже те прихожане, которые часто бывают на богослужении, не все понимают из-за незнания языка старославянского. Чтение речитативом текстов из Ветхого Завета, из Нового Завета. Во время Оно то-то, то-то, то-то. Распевное. Распевное чтение. Евангелие, послание. Текстов из Ветхого Завета. Почему нараспев? Потому что все богослужение – это как некое такое действие театральное, как мистерия, как священное, как музыкальное произведение, как христианская опера, можно сказать. Вот почему там возгласы диаконов, возгласы священников. Хор на правом, на левом клиросе, антифонное пение, антифонное – значит переклички хоров. Правый, левый. Диалог такой хоров и диалог священника и присутствующих. Как некое такое действие театрализованное. У католиков произошли большие изменения по поводу форм поклонения после Второго Ватиканского собора в 1963-65 годах. Католики оказались более практичными по сравнению с православными. Они поняли, что таким путем трудно достичь множества людей. Они пошли на реформы, стали реформировать свое богослужение. Они приняли решение отменить латынь, богослужение на латыни, и совершать богослужение на национальных языках. На Украине, на украинском, в России, на русском, в Армении, на армянском. Национальные языки стали использовать. Стали применять музыку, инструментальную даже. Не только вот арган, гитару. Петь, песнопения не только чисто литургические, но и современные. Литургические традиции евангельских церквей в России. Мы с вами в курсе истории евангельского движения отмечали, что протестантизм в России имеет очень глубокие корни. Реформаторские протестантские движения стали заявлять о себе в России еще в XIII-XIV веках. Это стрегольники и другие течения, очень близкие к стрегольникам. За что они ратовали, за какие формы поклонения? Они требовали, чтобы был широкий доступ к проповеди. Допуск к проповеди не только лиц с духовным званием, но и мирян так называемых. Все имеющие определенный дар, способность к свидетельству, к проповеди, должны иметь право проповедовать. И в своих посланиях представители вот таких движений с призывом обращались, с таким призывом. Леп уже есть всем славить Господа и всем проповедовать учения Его. Леп, значит, хорошо, прекрасно, чтобы все славили Господа, чтобы все проповедовали учения Его, чтобы все свидетельствовали. И уже тогда, вот в XIII-XIV веках, возникают в России в разных местах общины людей, которых называли миряне-христолюбцы. Миряне-христолюбцы. Они устраивали вот такие горничные собрания, горничное богослужение, где вместе проповедовали, свидетельствовали, читали священное писание. Певческая традиция, когда в российских иванских церквах стала складываться, начиная с Духоборов. Духоборы у нас появились в XVIII веке. У Духоборов, как вы знаете, была так называемая «Животная книга Духоборца» или «Книга жизни». Из чего состояла эта книга? Из песнопений. Это был как огромный такой сборник духовных песен, составленных авторами из народа. Малакани. Малаканская традиция певческая. Один из основателей малаканства, Семен Уклейн, внимательно прислушивался к народным мелодиям, к народным песням. К мирским песням прислушивался. А сам помышлял о том, какую бы мелодию из этих народных песен можно было бы использовать для богослужения, для пения псалмов. Вот таким образом зародилось это малаканское пение, малаканская форма песнопений. Старорусское, народное, с подголосками. То есть этот стиль был чисто такой народный. Но Уклейн взял его и стал использовать для богослужений. Стал подбирать людей с голосами определенными, организовывать хоры, устраивать спевки, репетиции. Это стало применимым на обычных богослужениях малаканских, евлейских. Что характерно еще для евангельских церквей? Это приоритет проповеди. Если в православии, например, проповедь – это как коротенькое приложение к богослужению, как маленькая прибавочка, маленькое дополнение, то в наших церквах проповедь занимает центральное место, первое место. И это глубокая-глубокая традиция, идущая, как мы с вами отметили, еще 14-13 века. у духовоборов была такая традиция, приоритет проповеди у малакан. С приоритетом проповеди связано и так называемое братское служение. Братское служение. Что это значит? А это значит, во время одного собрания могут звучать несколько проповедей. Не длинных, минут по 15-20. И это хорошая традиция. Почему? Потому что такой подход дает возможность возгреть миссионерский дух в общине. И такой подход дает возможность развиваться людям, у которых есть способность к проповеди, к учительству. И такой подход дает возможность для того, чтобы каждый член церкви был миссионером. Это девиз евангельских верующих. Каждый член церкви миссионер. Ты спасен для того, чтобы спасать других. И тут, пожалуйста, вот она школа конкретная. Много проповедников. Много проповедей может быть. А если вы попадете на Малаканское собрание, они не посмотрят, что вы там баптисты, евангелисты или еще кто-то. Они сразу предложат вам слово. И не единожды, а могут предложить даже два раза на одном собрании говорить. Там скажешь в начале, а потом присвитер предложат еще раз скажи. или продолжи. Вот такой подход он по-своему положительный. Потому что дает возможность проходить школу проповеди, практическую школу. Дает возможность совершенствования, тренировки, упражнения. Продолжение следует... Продолжение следует...